всем привет это бой со специальной версии игры это получается у нас все тест баланса 2.0 разработчиками выпустили специальную версию игры ссылка на нее будет в описании после скачивания у вас появляется новый ярлык приложения art of war 3 называется sandbox и там вас будет когда вы зайдете 18 ранга фуловый аккаунт что за сопротивление что за конфедерацию но и валюты и вас никакой не будет чтобы не могли много 7 бустов закупить все основу будет 1000 зеленых кредитов и 10 золотых кредитов вот в этой версии ограничены бусты можно использовать только синие густы и изменения сохранились до этого тестировали баланс 2.0 остановились на том что у нас егхам будет на четвертом уровне штаба всего 5 уровня штабов будет вообще в принципе все более подробно я расскажу вам скорее всего завтра вечером что и как работает сейчас вам непосредственно бой покажу основные ограничения это то что нельзя примеру на третьем уровне штаба сделать больше одного завода истребителей и больше одного аэродрома построить то есть у вас 3 уровень штаба вы можете использовать всего 4 истребителя сделано так для того чтобы играли разнообразными юнитами так показываю сам бой у меня разведка стоит везде во всех кустах смотрю чем занимается мой противник ну и пытаюсь подловить его вертекса вроде бы один раз попал по вертексу плюс он залетел под дикобразом дикобразом накинули урона нехило флор дикобраз по истребителям наносил 135 единиц с одной ракеты уронами а вот здесь вот фуловый дикобраз будет наносить около 150 плюс 156 154 где-то тут такие цифры будут можно же 160 будет то есть сами считайте насколько мощнее стал дикобраз стрелять но при этом у него брали одну палку дальности к стрельбе пулемета здесь я зря на конечно не зря конечно наверное блин наверное короче здесь надо убрать зря атаковал тайфун я понимал что скорее всего вертексы на развороте будут уничтожать как речи ты но решил рискнуть и уничтожить тайфун без потерь в итоге все же вертекс меня подловили и потеряла один истребитель разменял на один тайфун ну такой себе синее снабжение бустов не очень много использовал потому что не удобно их использовать нету вкладки избранных бустов нету жених их вкладами то есть там все бусты сплошняком идут не очень удобно и вообще в принципе в этом бою что показал что юниты как и тупили у меня я отдаю команду хамелеону включиться он 7 секунд едет 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 я второй раз нажимаю включиться он включается и сразу же выключается чё за фигня как играть хотя вроде кречит и управляешь отклик ну нормально стандартный бывает лучше в пп в обычной версии игры и истребители сейчас показываю сражался истребитель на истребители 18 ранг кречит и 18 ранга спокойно сопротивляется вертексом 18 ранга так видим что мой оппонент играет молота тайфуном мне что приходится делать я вышел в ягуар в дикобразы в кречиты а у него молота тайфун связка которая убивает кречиты и ягуар в больших количествах если играть на полный штаб юнитов поэтому я вынужден сейчас есть в обороне атаковать базу противника я не смогу то у меня по факту всего 6 ягуаров как я буду пробивать базу противника если у него там молота за раза больше чем ягуаров вот на семнадцатом ранге мол ты еще нормально так решают ягуары потому что ягуар не фуловый по прокачке все на раскрывать раскрывается раскрывать на 21 радость мол заканчивается прокачка на 21 ради ранги а ягуар можно качать до 26 ранга именно поэтому мол ты в топе не особо сильно тащит если бы разработчики добавили дополнительные не секции в общем дополнительные улучшения для молота ну платные естественно то есть заплатил там 200000 плюс 150 хп корпус будет более мощный тогда может быть мол ты даже неплохо и в топе бы сражались против ягуаров а так чисто за счет прокачки мол 21 ранга а ягуар 25 ну тут на самом деле как-то трудовато играть таким молотом ну и то же самое с дикобразами дикобраза не 21 на 22 рад не становится полностью фуловыми а вот вертекс качается и качается до 24 рамка поэтому трудновато играть чисто дикобразами против вертексов но в основной версии игры так вот вижу что противник собирается меня атаковать по правому флангу ну армия тут пять молотков очень быстро уничтожаю 2 ягуара разложил чтобы встречали мог но это принципе не понадобилось там он пытался от ребят айфоны прикрыть свои молот но не получается на 4 кричит спокойно справлять с уничтожением противника так здесь 2 тайфон осталось но забрать их не получится подловил вертекса сбил их вот сейчас получается у нас в обоих 3 уровень штаба и получается очень эффективно коричневыми именно обороняться от вертексов то есть ну по ваших не так много тут же еще ограничили на пово на пятом уровне штаба их всего 12 штук четвертом 8 на третий на так понимаю 6 и на втором 4 то есть пашка не очень много дают это не то что нельзя было зафермиться же там ограничение не больше пяти строй дворов строй дворов можно построить заговариваюсь тоже спать снарядом ну сыграл твой пуду в принципе можно записать показать того что ну я же планировал каждый день видео делать вчера я не сделал то что благодаря сейчас а по снаряда приехал хотел спать лечь начал зайти спецсверхи поиграть чуть-чуть в итоге неплохой такой бой получился я конечно тупил здесь можно было как-то надо побыстрее сыграть знаю себя брони брони дикобразом играл бы наверно минировать территорию обильно и заманил противника на эти мины может быть нет получилось быстрее выиграть здесь а может я вообще бы проиграл века узнает но снова версии баланса 20 назначенному и будет затягиваться может конечно проблема в том что у всех фуловый кач поэтому трудно друг друга пробить если примеру я сейчас играл против тима тигра здесь были бы не прокаченные тайфуны то тут бы вы решился за 15 минут скорее всего как видим идет в атаку идет в атаку тима натыкается на мины проехался думал ладно там мины сначала отступил потом подумал а что отступать если уже половину армии потерял решил еще попробовать проехать может там мин и кончится нарвался на второй ряд в итоге решил все же отступить не знает он сколько там но я конечно пытаюсь нанести какой-либо урон но сейчас по-хорошему надо идти догонять своего противника в этом мало ударных юнитов ну и поддержки виде тайфуна их надо уничтожать но догнать их не успеваем тайфуны очень быстро уезжают и появляется у противника уже девс но меня хамелеона нет я решил ну тут можно было в принципе сражаться с его войскому 10 попробовать удержать инициативу за собой там по факту один девс четыре молота у меня и пара справились бы с этим но я боялся что противничество армии сможет накрыть или у него там куча вертекса уже там мира два аэродрома а меня хамелеона нет там не так уж много дикобразов они не справились бы поэтому решил армии сохранить отступить ресурсы накопились я думал сейчас себе улучшу штаб а его кстати вроде уже улучшил до четвертого уровня и теперь можно будет построить дополнительный авиазавод достраиваю по ложке потому что увидел противника вроде уже торы были или еще не было скорее еще не было вот раскладываю ягуары включая хамелеон здесь видел что летали вертексы у противника сейчас по миникарте можете заметить там два вертекса точно летала сейчас промелькнули но друг на друга мы не попали в итоге он улетел незачем аэродром стены чтобы не был поддержки кричит здесь я увидел что он готовился к атаке но он решил отступить но тайфуны он сложить не успел я воспользовался моментом начал их уничтожать решать противника пову если он не окажется на поле боя тайфунов то мои кричит очень просто смогут поддержать моих ягуаров атаки опять он наступает и опять двигаюсь за ним вижу что он готов меня принимать останавливалась начинаю отстреливать его ягуары дали стрельбу нас одну клетку большего ягуара поэтому ему приходится самому ехать к нам чтобы что-то выбить ну здесь четыре вертекса все еще один аэродром у противника выбиваем армию теряем 1 хамелеон могли бы сейчас конечно вертекса много урона нанести нам но 2 хамелеон я пока работает и противник вынужден отступать отъезжает к себе на базу тайфуны пытаются спастись но уже не получится у них ну и там кричитом добиваю пока есть возможность надо добивать все юниты что у есть чтобы он по новой все строил здесь моя ошибка я отправился армия наверх дикобраз у меня поехали снизу в итоге от 4 вертекса забирают моих а миллиона забирают 3 дикобраза очень большая потеря для меня было ну и сейчас начнем кататься ягуары так здесь летает еще вертекса но принципе они корова не наносили они просто так летали офигевали на то что ягуар по всей карте ползают и он не понимал чем вообще нужно сейчас надо сделать какой страной сейчас атака пойдет вообще будет она линия застраивал лимит пушек 8 штук потому что у противника и вроде вот сейчас уже заметил что но есть тор и испугался немного этого момента вот он если мне сейчас уничтожит армию на базе и он ни одного тора не потеряет это будет очень плохо вот начиная атаковать сейчас будет тоже интересный момент атака опять зевс против эгохама игуаров немного вижу тут много юнитов один град около 8 ясов наверно но я подъезжаю вперед противник явно не готов был к такому моменту что я сам подъеду его атаковать в тени был готов потому что он торами пробомбил но пробомбил он так на 40 процентов в моей армии попал он мог ровно в кучу в центр попасть тогда бы вот мне сейчас продавил но он промазал меня оба хамелеона выжили я могу продолжать бой уничтожаются противника зевс им хамелеон сел 2 уничтожили все же сейчас еще зевс добьют последний хамелеон похоже да ракетами добивает кричитые пытаются помочь там всего их три штуки сейчас уничтожу град еще кричитами надо будет наверно ступить там четыре тайфуна против трех кричитов не затащим лучше сохранить и вот 18 рака кричит и по ложками летают тайфунами ложками но не падают мне кажется очень хороший показатель и это коричь до 18 рага на двадцать третьего ранга намного лучше у меня и скорость топлива больше и урон наконец начнет качаться то что коричь ты не помнишь 14 или с 15 ранга не качается урок у 20 ранг вот здесь меня 8 коричитов 2 аэродрома вот что они могут сделать без буста они бусты есть синяя атака ваншоте торы на аэродроме ну точнее как ваншоте уничтожили мы два тора в итоге аэродром был уничтожен у тимы ну выбиваешь еще один тор он при дислоцирует свои тайфуны которые были слева в принципе у тайфунов не так много если бы сейчас посмотрел бы внимательно я бы ему все тайфуны выбил он бы остался вообще без паву но я сейчас решил что выбью ему зевса чтобы у меня было проще с его хамом заехать все отступаем здесь меня как видите 5 кречитов всего вот эти пять кречитов сделали очень много дел там даже как не 8 начало в атаке на тор не за может меня разрядились и часть улетела на аэродром в принципе поняли бы и суть что кречит и на этом ранге реально решают с ними можно играть вот видим торт сколько мы постребители фиг его знает но тоже сразу же умирает это фуловый торг 18 ранга он здесь вижу что ползут зевса на моих игуар у меня хамелила нету поэтому я отступаю пользуюсь плюсом сопротивления то что фиг догонишь ягуар и можно быстренько уехать объехать с другой стороны попробовать заехать или выжить момент когда лучше всего можно атаковать ну здесь противник тором разведал видел что я еду сюда поэтому ясным пошел меня встречать но он скучковался тестами в большую кучу буквально с одного залпа 8 кречитов я его забираю 23 зевса поэтому мне намного проще сейчас будет добить его банальной ягуарами плюс меня подъехал хамелеон который у меня там слева фланга был заказ работу вот именно вот сейчас в этот момент и как разложил ягуара я сразу же включил хамелеон но хамелеон я почему-то не включился он едет дальше едет дальше едет дальше то есть это не очень понятно было то ли у меня телефон разрядился у меня кнопки как-то залипали как даже назвать не знаю то ли это дело спецверсии что какие-то ну реально что-то кажется что-то не то с управлением что-то хуже стало раньше какие-то залипали тут точно то что я заметил то что у меня был четыре отряда открыт но в отряде было четыре кречита посередине получается второй отряд его тыкал 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 не тыкается не выбирается не выделяются кречиты в отряде пока я их сам не выбрал на аэродроме в один тапа то есть фиг его знает дело спецверсии или в то что у меня телефон был разряжен он немного так подлагивал то что был забит там было открыто сразу две игры основная версия специальная версия там что youtube ну в общем занятом был телефон может быть это в нем было дело но противник остался просто добивай его базу в общем ссылка на специальную версию грейс в описании она будет сразу первой открывать описанием там ссылка на пк файл для андроида устанавливать там никаких версов нет отца только что установил все было в порядке все спасибо всем за просмотр всем удачи